Московские урбанистические пейзажи, тихая спокойная деревня, сказочная природа острова Валаам и Черногории. Все это близко сердцу Юлии Бородиной. Только благодаря заботливым и талантливым педагогам Юлия продолжала учиться живописи. Хотя родители отговаривали, считая, что художник это не профессия. Мы боялись, что в творчество отдают ребенка, может, лучше какую-то другую профессию. Сейчас мы с мамой живем. Ей нравятся только деревенские, когда я пишу пейзажи. Московские ей не очень нравятся. После окончания художественной школы Юля уехала в Москву и поступила в престижную академию живописи, вояния и зодчества. В Москве она любила проводить много времени на полинерии, а также ей запомнились посиделки в особняке знаменитого художника Ильи Глазунова. Чаем напоит, а потом какие-нибудь задания дает. Нарисовать, ответить на вопросы, почему ты хочешь стать художником. В общем, твой любимый художник. Если вы о нем ничего не знаете, значит вы не любите. Свою дипломную работу, вот этот вид с моста на Кремль, Юля оставила в академии, как и положено студентам. Так что это уже ее копия. Я ходила там, присматривалась по разным местам, с этюдником, а потом уже как-то вот все время пишешь там, шоколадом пахнет. Классное место такое, ну я просто написала уже для себя. Пока отдельной мастерской у художницы нет, пришлось переделывать для этого одну из комнат. Но бытовые проблемы ее не заботят. Главное, чтобы пейзажи были честными. Анна Немалякина и Артем Моисеев для программы Оперативный эфир.